книга открытым оком том 18 тема церковь вопрос 3195 на чем основываются утверждающие что официальная церковь безблагодатна и в ней нет спасения какие места писания ясно говорят о том и почему вы о том не говорите отвечает игнатий тихонович лапкин благодатность незримо но ее присутствие говорят зримые дела книга бытие 6 глава 8 стих но и же обрел благодать предачами господа бога книга суде 6 глава 17 стих гидеон сказал ему если я обрел пред если я обрел благодать предачами твоими то сделай мне знамение что ты говоришь со мною даже на язычнике может быть благодать фессианам 5 глава 2 стих книга из фирли ибо дивин ты господин и лицо твое исполнено благодати в далекой древности уже имели ясное представление о благодати псалом 44 3 стих ты прекраснее сынов человеческих благодать излилась из уст твоих посему благословил тебя бог на веки псалом 83 и 12 стих ибо господь бог есть солнце и щит господь дает благодать и славу ходящих в непорочности он не лишает благ благодать окружает верных премудрость 3 глава 34 стих если над кощунниками он посмеивается то смиренным дает благодать 8 глава 35 стих потому что кто нашел меня премудрость тот нашел жизнь и получит благодать от господа экклесиаста 10 глава 12 стих слова из уст мудрого благодать а уста глупого губят его же благодатью назван и моисеев закон евангелие то она 1 глава 16 17 стихи и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать ибо закон дан через моисея благодать же истина произошли через иисуса христа благодать свидетельстве о христе книга деяний 4 глава 33 стих апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении господа иисуса христа и великая благодать была на всех первое послание кориффином 3 глава 10 стих я по данным мне от бога благодати как мудрый строитель положил основание а другой строит на нем но каждый смотри как строит 1 коринфянам 15 глава 10 стих но благодатью божию есть то что есть и благодать его во мне не была тщетна но я более всех их потрудился не я впрочем а благодать божия которая со мною 3 глава 8 стих послание ефесянам мне наименьшую из всех святых дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство христово если бы сегодня к нам прибыли апостолы то могли бы он увидеть благодать обращения язычников через проповедь у всех православных старообрядцев книга деяния 11 глава 23 стих он прибыв и увидев благодать божию возрадовался и убеждал всех держаться господа искренним сердцем книга деяния 15 глава 1 стих но мы веруем что благодатью господа иисуса христа спасемся как и они сказать решительно без благодатности уверовавшего во христа страшно и опасно но когда верующие ведут недостойный образ жизни находясь в церкви это отнимает от них благодать послание иуды 1 глава 4 стих ибо вкрались некоторые люди и издревле предназначены к не к сему осуждению нечестивые обращающие благодать бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки бога и господа нашего иисуса христа послание к римлянам 6 глава 1 стих что же скажем оставаться ли нам в грехе чтобы умножилась благодать никак благодать дается приемлющим ее дар римлянам 11 глава 6 стих но если по благодати то не по делам иначе благодать не было бы уже благодатью а если по делам то это уже не благодать иначе дело не есть уже дело особенно безответственные высказывания у враждующих по юрисдикциям и разноверию начинают хулить таинства друг у друга похоже что такие кто бы ни были близки к хулена духа святого может уже и похулили говорю только о тех где есть законно рукоположенное священство где нет рукоположения апостольского там о таинствах нет и речи послание к римлянам 12 глава 3 стих по данной мне благодати всякому из вас говорю не думайте о себе более нежели должно думать но думаете скромно по мере веры которому какую каждому бог уделил какие бы звания не имели утверждающие что они знают на ком из их противников нет благодати все это дерзость и богохульство сами же поносители не знают никаких границ своих улья на таинство несогласных с ними послание галатам 1 глава 6 по 9 стихи удивляясь что вы от призвавшего вас благодатью христовую так скоро переходите к иному благовествованию которая впрочем не иное а только есть люди смущающие вас и желающие превратить благовестие христово но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то что мы благовествовали вам да будет анафема как прежде мы сказали так и теперь еще говорю кто благовествует вам не то что вы приняли да будет анафема например священно мученик архиепископ димитрий любимов ближайший помощник митрополита иосифа петроградского еще в январе 1928 года официально объявил сергианских священников безблагодатными и даже как писал сам сергий в постановлении номер 17 от 12 25 января 1928 года дошел до того что один из православных храмов спаса на водах публично назвал храмом сатаны но уже в начале тридцатых годов это разномыслие начало было исчезать особенно после указа митрополита сергия и его синода от 6 августа 1929 года и ряда ему подобных объявившего что таинства совершенные в отделении от единства церковного как находящихся в состоянии запрещения не действительны требовавшего обратить обращающихся обращающихся из этих расколов если последние крещены в расколе принимать через таинство святого мира помазания а умерших в расколе не отпевать в письме к священномученику митрополиту кириллу казанскому от 18 сентября 1929 года митрополит сергий писал о святых новомучениках так это не просто ропщущие на церковный порядок люди это уже сорганизовавшиеся в своем отделении от церкви особое общество в полном смысле церковь лукавнующих справедливо поэтому вожди этого общества подвергнуты запрещению и все молящиеся с ними и последующие им подлежат отлучению противники же митрополита сергия в кавычках знали о его безблагодатности не меньше профессор м.а. новоселов в своем знаменитом письме по поводу декларации иногда это письмо приписывается епископу феодору подзеевскому писал следующее недели две три тому назад я читал письмо в котором приводились подлинные в кавычках слова одной небезызвестной в кавычках блаженной сказанные ею на запрос о митрополите сергий причем вопрошавший по-видимому указывал что митрополит сергий не погрешил против православных догматов что он не еретик что ж что не еретик возразила блаженная он хуже еретика он поклонился антихристу и если не покаяться участь его в гиене вместе с сатанистами а священномученик епископ павел каратиров объясняя свой разрыв с митрополитом сергий говорил я грешный думаю что таких церковных деятелей нужно назвать не только еретиками раскольниками но и бога отступниками ведь митрополит сергий вводит церковное богослужение неслыханную в истории церковь ересь модернизированного бога отступничества и сколько бы митрополит сергий не кричала верности православию но самого главного уже нет получилось не церковь а церковная партийная организация на лицо не корабль церковный а сергианская ладья душегубка анафима стова на теперь уже трижды святейший патриарх тихон и всероссийский церковный собор онафематствовали коммунистов и всех их сотрудников это грозная анафема до сих пор не снята и сохраняет силу так как снять ее может только такой же всероссийский церковный собор как каноническая высшая церковная власть и произошло страшное дело в 1927 году когда возглавлявший митрополит когда возглавлявший церковь митрополит сергий своей позорной отступнической декларации починил русскую церковь большевикам и объявил о сотрудничестве с ними и сбылось в самом точном смысле выражения при исповеданной молитвы пред исповеданной молитвы под свою анафему подоша ибо в 1918 году церковь онафематствовала всех соработников коммунизма а в 1927 году сама вошла в компанию этих сотрудников и стала восхвалять красную богоборческую власть восхвалять красного зверя о котором говорит вам апокалипсис в деле расточения церкви христовой вместе с предательством митрополит сергий произнес и тяжкую холу на духа святого которая по неложному слову христа никогда не простится ему не всей не в будущей жизни смесив в одном великом святейшем таинстве евхаристии вопреки слову божию верных с неверными 2 коринфянам 6 глава 14 18 стихи святую церковь и борющих на смерть врагов ее митрополит этим своим богохульством нарушает молитвенный смысл великого таинства и разрушает его благодатное значение для вечного спасения душ православно верующих отсюда и богослужение становится не просто без благодатным по без благодатности священнодействующего но делается мерзостью в очах божьих а потому и совершающий участвующий в нем подлежит сугубому осуждению другие и осифляне и среди них епископы воронежской алексий буй и никольский иерофей афоник называли на проповедях возглавляемым митрополитом сергием церковную организацию царством антихриста сергианские храмы вертепами сатаны архипастыри сергианских служителями сатаны причастия сергиан именовали пищей бесовской первое письмо митрополита сергия митрополиту кириллу казанском от 18 сентября 1929 года святой новомученик епископ иларион бельский совершенно отрицал совершаемые сергианами таинства и вторично крестил младенцев и венчал уже венчана венчанных в советской в кавычках церкви теперь все до единого уже предстали пред лицом вечности и каково же их суждение если она не совпадает с тем что бог замыслил что заложил в своем слове послание официанам 4 глава 29 стих никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших а только доброе для назидания в вере дабы оно доставляло благодать слушающим разве исполненный благодатью сосуд может издавать зловонные хулы на незримое послание колосянам 4 глава 6 стих слово ваше да будет всегда с благодатью приправлена солью дабы вы знали как отвечать каждому послание киту 2 глава 11 стих ибо явилась благодать божия спасительная для всех человеков но вы задаете вопрос очевидно о том если благодатью престола божия у тех или других послание евреям 4 глава 16 стих посему да приступаем с дерзновением престола благодати чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи поносище и таинства других вполне могут впасть в непростимый грех евреям 10 глава 29 стих то сколь текчейшему думаете наказание повинен будет тот кто попирает сына божия и не почитает за святыню кровь завета которую освящен и духа благодати оскорбляет мне открыто благодать в признании христа моим личным спасителям и я не могу сказать что у католиков нет таинств или у старообрядцев признаю таковые у всех где есть рукоположение до апостольских времен а решать у кого благодать есть дело чрезвычайно рискованное послание к евреям 13 глава 9 стих учениями различными и чуждыми не увлекайтесь ибо хорошо благодать и укреплять сердца они ястами от которых не получили пользы занимающиеся ими книга откровений 22 глава 21 стих благодать господа нашего иисуса христа со всеми вами аминь слепой беспомощен убог и некрасив глаза же украшают и убогих а зрение в мольбах любой слепец просил хотя прозок взглянуть открытым окон всегда страшней ужасней и преступней есть осознание глубинной слепоты когда ж такой в начальники поступит то что обрящется от общей лепоты неверный шаг незрячего во тьме ему на ощупь мыкаться и щупать не видевшие приблизиться к корме и как карась слепой на зубы щуки беда из когда таких слепцов рукоположат и поставят в батьки да если же к тому такой свинцой довериться таким с какой же стати слепцы архиереи и попы кудесничали вытворяли слепо куда такой с опасностью поплыл куда направил плод такой калека духовно нерожденный суть без глаз христа не встретивши женился на обряде страдая блудничал келейна и не раз хотя и аксиас пропет был для порядка король тот голый и будучи одет под ста одежками тяжелую попоны вериги слепоты у иринарха цепь и ты слепца того еще не понял читаю православные журналы все о мощах крестах и древних храмах и не поймут как русь святая пала и захлебнулась кровью от смертельной раны читайте библию вникайте не таясь не бойтесь что сектантом обзовут слепые вода готова для промытья глаз и за христом пойдут дорогой пыльной 7 сентября 2006 год игнатий лапкин